Неделю назад была Пасха, и наши мысли были вновь сосредоточены на искупительной жертве и воскресении Господа, Иисуса Христа. В прошлом году я размышлял о воскресении больше, чем обычно. Почти год назад умерла наша дочь Алиса. Она боролась с раком почти восемь лет. Ей сделали несколько операций. Она прошла через множество курсов лечения, восхитительных чудес и глубоких разочарований. Мы видели, как ее физическое состояние ухудшалось по мере того, как она приближалась к концу своей земной жизни. Было мучительно видеть, как это происходит с нашей драгоценной дочерью, ясноглазой малышкой, которая выросла в талантливую и замечательную женщину, жену и мать. Я думал, что мое сердце будет разбито. В прошлом году на Пасху, меньше чем за месяц до кончины, Алиса написала, «Пасха — это напоминание о том, на что я сама надеюсь, что когда-нибудь я буду исцелена и полностью здорова, когда-нибудь внутри меня не будет металла и пластика, когда-нибудь мое сердце будет свободно от страха, и мой разум не будет испытывать беспокойства. Я не молюсь, чтобы это случилось скоро, но искренне надеюсь и верю в прекрасную жизнь после смерти». Воскресение Иисуса Христа гарантирует все то, на что надеялась Алиса, и дает нам всем наше упование. Президент города Бехинкли называл воскресение величайшим из событий во всей истории мира. Воскресение возможно благодаря искуплению Иисуса Христа и играет ключевую роль в великом плане спасения. «Мы — духовные дети небесных родителей. Когда мы приходим на землю, наши духи и тела соединяются. Мы испытываем все радости и сложности земной жизни. Когда человек умирает, его дух отделяется от тела. Воскресение дает возможность духу человека, и его телу вновь соединиться. Только на этот раз тело будет бессмертным и совершенным. Он не будет испытывать боли, болезни и других проблем. После воскресения наш дух больше никогда не отдалится от тела, потому что воскресение Спасителя принесло полную победу над смертью. Чтобы обрести вечную судьбу, нам необходимо, чтобы бессмертная душа, дух и тело были объединены вместе навечно. И когда дух и бессмертное тело неразрывно связаны, мы можем обрести всю полноту радости. На самом деле, без воскресения мы не смогли бы обрести полноту радости и были бы несчастными навеки. Даже верные, праведные люди смотрят на отделение своего духа от тела, как на рабство. Мы освобождены от этого рабства через воскресение, которое является искуплением атаков смерти. Нет спасения без этих двух составляющих — нашего духа и нашего тела. У каждого из нас есть физическое, умственное и эмоциональное ограничение и слабости. И эти сложности, а некоторые из них могут казаться непреодолимыми на данный момент, рано или поздно будут разрешены. Ни одна из этих проблем не будет мучить нас после того, как мы воскреснем. Алиса изучила уровни выживаемости для людей с таким типом рака, как у нее, и цифры совсем не обнадеживали. Она написала, «Но есть лекарства, и мне не страшно. Иисус уже излечил мой рак, и вас тоже». Мы можем вместо слова «рак» подставить любое другое название физических, умственных или эмоциональных недугов, с которыми мы сталкиваемся. Воскресение уже излечило их. Чудо воскресения — это уникальное лекарство не по силам современной медицины, но оно возможно благодаря силе Бога. Мы знаем, что оно возможно потому, что Спаситель воскрес, и Он несет воскресение каждому из нас. Воскресение Спасителя доказывает, что Он — Сын Божий, и что Его учение — истина. «Он воскрес, как сказал. Нет более сильного доказательства Его божественности, чем то, что Он восстал из могилы в бессмертном теле». Нам известно свидетельство воскресения в новозаветные времена. Помимо женщин и мужчин, о которых мы читаем в Евангелиях, Новый Завет подтверждает, что сотни людей в действительности видели воскресшего Господа, а книга Мормона рассказывает о сотнях других. «Множество людей подходили и вкладывали свои руки в ребра Его, и увидели своими глазами, и осизали своими руками, и верно узнали и свидетельствовали, что это Тот, о Ком написано пророками, что должен прийти». Конец цитаты. К этим древним свидетельствам добавили свидетельство последних дней. На самом деле, во время первого события этого устроения Джозеф Смит видел воскресшего Спасителя вместе с Отцом. Живущие пророки и апостолы свидетельствовали о реальности воскресшего, живого Христа. Так что мы можем сказать, мы имеем вокруг такое облако свидетелей. И каждый из нас может быть частью этого облака свидетелей, которые знают через силу Духа Святого, что то, что мы празднуем на Пасху, на самом деле произошло, и что воскресение реально. Реальность воскресения Спасителя переполняет нас надеждой, потому что вместе с ней приходит уверенность, что все остальные обещания Евангелия, обещания не менее чудесные, чем воскресение, настолько же реальны. Мы знаем, что Он обладает силой очистить нас от наших грехов. Мы знаем, что Он взял на Себя наши немощи, боль и несправедливости, которые мы претерпели. Мы знаем, что Он восстал из мертвых и с исцелением в крыльях Своих. Мы знаем, что Он может исцелить нас, независимо от того, каков наш недуг. Мы знаем, что Он оттер всякую слезу с очей наших, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет. Мы знаем, что можем достичь совершенства через Иисуса, который исполнил это совершенное искупление, если у нас будет вера, и мы последуем за Ним. Ближе к концу вдохновляющей ораторией Мессия, Гендель положил на прекрасную музыку слова апостола Павла, которые воспевают воскресение. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Я благодарен за благословение, которое даровано нам благодаря искуплению и воскресению Иисуса Христа. Для всех, кто опускал ребенка в могилу, рыдая над гробом супруга или горевал о кончине родителей и дорогих сердцу людей, воскресение есть источник и источник великой надежды. Каким же незабываемым событием будет то, когда мы вновь встретимся с ними, не только как духи, но в воскресших телах? Как же мне хочется вновь увидеть маму, почувствовать ее нежное прикосновение и посмотреть в ее любящие глаза? Я хочу увидеть улыбку Отца, услышать Его смех и лицезреть Его воскресшим, совершенным существом. И оком веры я представляю Алису, недостижимую для каких-либо мерзких бед и жало смерти, воскресшую, прославленную Алису, которая обрела полноту радости. Несколько лет назад на Пасху она написала «Жизнь во имя Его, так много надежды, всегда, несмотря ни на что». Мне нравится, что Пасха напоминает мне об этом. Я свидетельствую о реальности воскресения. Иисус Христос жив, и благодаря Ему мы будем жить снова. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...